Здравствуйте, дорогие подписчики канала Агробук! В эфире еженедельный обзор главных аграрных новостей. Россия в этом сезоне может собрать более 80 миллионов тонн пшеницы. Последний египетский тендер прошел по более низким ценам. И взрыв в Бейруте – это шанс для российской муки. Эти и другие новости сегодня в нашем выпуске. Валовый сбор российской пшеницы может достичь 81 миллиона тонн. Такой прогноз дал аналитический центр «Русагротранса». Его глава Игорь Повенский отметил, что прогноз был повышен сразу на 3,5 миллиона тонн в связи с рекордными показателями урожайности в Центральном и Приволжском федеральных округах. Кроме того, относительно высокая стартовая урожайность зафиксирована в Уральском федеральном округе. Если Россия действительно соберет 81 миллион тонн пшеницы, то это будет второй за всю историю страны показатель. Абсолютный рекорд был поставлен в 2017 году. Тогда мы намолотили 86 миллионов тонн пшеницы. Если говорить о ранних зерновых, без учета кукурузы, то в лидерах по сбору оказалась Ростовская область, которая закончила уборку с результатом 11 миллионов 680 тысяч тонн. Это хороший показатель, хотя сбор бывал у нас и повыше. Он достигал 13 миллионов тонн. Результат этого года сложился из двух составляющих. Довольно неплохой урожайности 35 центнеров с гектара в среднем и большой посевной площади 3 миллиона 342 тысячи гектаров. А вот Краснодарский край в этом году утрачивает свое лидерство как по сбору зерна всего 9,4 миллиона тонн, так и по урожайности. Напомним, она на Кубани составила 40,3 центнера с гектара в целом по зерновым и 49,4 центнера с гектара по пшенице. Кубань обогнала Адыгея, которая получила на 1,5 центнера с гектара выше, а также регионы центра. Например, в Белгородской области с гектара получают 52 центнера с гектара. Курская область 53,7 центнера с гектара. Липецкая 54,5 центнера с гектара. В целом же аналитики отмечают, что в регионах Центрального федерального округа с гектара получают примерно на 12 центнеров выше, чем в регионах Южного федерального округа. Цены на пшеницу на прошлой неделе достигли зыбкого равновесия. Экспортные котировки снизились в пределах 1-3 долларов, отмечают аналитики. По данным на 6 августа в портах Новороссийска пшеницу с протеином 12,5% покупали по цене от 200 до 206 долларов за тонну. Сообщило об этом агентство «Рефинитив». На внутреннем рынке на прошлой неделе цены, напротив, немного подросли. В европейской части России тройка торговалась под 12 рублей 45 копеек за килограмм, четверка под 12 рублей 25 копеек на условиях самовывоза. На юге страны традиционно пшеница стоит немного дороже, например, в Ростовской области, юг Руси, в точке Ростов-на-Дону берет четверку по цене 12,90, азовский портовый элеватор «Астон» 13,30, торговый дом «Риф» в Азове покупает четверку по 13,40. Цены указаны по прайс-листу без НДС. На мировом рынке, напротив, наметилось небольшое снижение. Показателен в этом смысле последний тендер египетской компании «ГАСК». Было очень много предложений, а вот цены, наоборот, снизились. Аналитики указывают, что в среднем контракты заключены по цене 212,8 долларов за тонну. Это более чем на 2,5 доллара ниже, чем во время прошлого тендера. Интересно, что Египет купил 410 тысяч тонн пшеницы, из них 295 тысяч тонн пшеницы российской. Это значит, что наше зерно по-прежнему конкурентоспособно на мировом рынке. Отчасти в этом заслуга рубля, который очень сильно девальвировал. Неоднозначная ситуация складывается на рынке российского подсолнечника. С одной стороны, цены находятся на довольно высоком уровне. Вот, например, Росстат недавно отмечал, что в июне цена на тонну масла семян составляла 25 383 рубля. Это абсолютный максимум с июля 2016 года. С другой стороны, аграрии чувствуют риск обвала цен, если в России будут введены ограничения по экспорту подсолнечника. На прошлой неделе несколько хозяйств в Саратовской области, а этот регион один из лидеров по производству подсолнечника, обратились в Российский зерновой союз с просьбой защитить интересы производителей и пролоббировать полную отмену каких-либо ограничений на экспорт подсолнечника. Авторы письма заявили, что переработчики просто паразитируют на сельхозпредприятиях, искусственно занижая цены на сырье и получая сверхприбыли. В частности, в ноябре прошлого года в Саратовской области тонна подсолнечника торговалась по цене 15 тысяч рублей без НДС. Тогда, как на Украине, указывают хозяйство, при тех же самых условиях по урожайности, погоде и логистике, тонна подсолнечника стоила от 25 до 26 тысяч рублей, в переводе, конечно, на российскую валюту. При этом и Украина, и Россия продавали продукцию масложировой отрасли по одним и тем же мировым ценам. Вообще в Саратовской области сейчас сохраняются довольно низкие, если сравнивать с другими регионами России, цены. По данным Росстата, тонна подсолнечника стоит в среднем в Саратовской области 18 тысяч 670 рублей. Тогда, как в Воронежской области, которая сейчас лидирует по котировкам, тонна подсолнечника стоит 26 с половиной тысяч рублей. То есть разброс довольно высокий. Аграрии из Саратовской области указывают, что при экспортных ограничениях мы не сможем нарастить продажу за рубеж готовой продукции, например, широта и подсолнечного масла, потому что аграрии просто откажутся сеять подсолнечник. На экране вы видите данные Центра аналитики. Интересно сравнение, сколько увеличился экспорт масличной продукции в этом сезоне по сравнению с прошлым сезоном. В этом году прогноз по урожаю подсолнечника пока остается таким же, как и в прошлом году. 15 миллионов 300 тысяч тонн культуры. В Краснодарском крае стартовала уборка сахарной свеклы. Первым ее начал перерабатывать Кореновский сахарный завод. Урожайность культуры такая же, как и в прошлом году 435,7 центнера с гектара. Однако виды на урожай аналитики пока не озвучивают. Все дело в том, что в центре региона значения по урожайности будут примерно такими же, как и в прошлом году. А вот в северо-западном и восточном районе ситуация плачевная. Урожайность, скорее всего, будет существенно ниже прошлогодних. Причина в весенних заморозках, ураганных ветрах, которые выдували посевы и в низком количестве осадков. Институт конъюнктуры аграрного рынка отмечает, что посевы сахарной свеклы в целом по стране уменьшились примерно на 38% по сравнению с прошлым годом. Причем это сокращение произошло как и в регионах лидерах, например, Ставропольский край на 35% сократил посевы, так и в регионах, где сахарная свекла занимала незначительные площади. В целом Южный федеральный округ в этом году сократил посевы сахарной свеклы на 11,6% или в абсолютных числах на 26,6 тысячи гектаров. Вместе с сырьевой базой в этом году сократится и производство сахара. Глава концерна Покровский Михаил Пак заявил журналистам, что производство составит где-то в пределах 5,5-5,7 миллиона тонн сахара. Это меньше уровня потребления внутри страны, однако дефицита сахара не возникнет, поскольку у нас очень велики переходящие запасы. Их Россоюз Россахар оценивает примерно в 3,1 миллиона тонн по состоянию на 1 августа. Производители сахара рассчитывают, что благодаря сокращению производства немного вырастет цена на эту продукцию и это сможет обеспечить сахарным заводам рентабельность на уровне 10-15%, что в общем-то неплохо для них, поскольку последние два года производители сахара работали на грани рентабельности. Одной из шокирующих новостей прошлой недели стал взрыв в столице Ливана. Эта новость достаточно смещалась в СМИ, пересказывать ее нет смысла, но интересно, как и прокомментировали наши аграрные аналитики. 3000 тонн аммиачной селитры, которые взорвались в Бейруте, подняли на воздух крупнейший зерновой элеватор этой ближневосточной страны. Он был первым по величине в Ливане и обрабатывал порядка 60% закупаемого страной зерна. Вообще Ливан достаточно значимый для России импортер пшеницы. Если в целом это государство закупало миллион-полтора миллиона тонн пшеницы, то от 700 до миллиона тонн приходилось как раз на поставки российской пшеницы. И только в прошлом году поставки были незначительными, не более 200 тысяч тонн. Это связано с тем, что российская пшеница была неконкурентоспособна по сравнению с украинской или европейской. Так вот, теперь, когда элеватор взлетел на воздух, Ливан будет вынужден, скорее всего, покупать больше готовой продукции, то есть муки, сказал директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Самый вероятный поставщик муки для Ливана – Турция, однако Россия тоже может включиться в этот процесс, отметил эксперт. На российском мясном рынке намечается конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. Производители колбас сообщили изданию «Коммерсанта» о том, что поставщики мяса хотят необоснованно поднять цены. В частности, директор группы прода Генри Харутюнов сказал, что свинина в полутушах за летние месяцы подорожал на 32% до 170 рублей за килограмм. При этом тушка цыпленка также подорожала на 26% до 108 рублей за килограмм. В сеть гипермаркетов «Лента» сообщила изданию, что производители мяса птицы также хотели бы поднять на несколько процентов цену на свою продукцию, объяснив это ростом цен на корма в связи с девальвацией рубля. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев считает, что опасения производителей колбас немного надуманы и рост цен объясняется сезонностью. Многие люди остаются дома и используют мясо в домашних заготовках. Производители колбасных изделий поднимать цены на свою продукцию пока не планируют, объясняя это тем, что это будет просто нецелесообразно с учетом невысоких доходов потребителей. Так что вариантов, что станет с нашей колбасной продукцией, всего два. Либо цеха будут работать себе в убыток, либо в колбасе станет меньше мяса. На этом наш выпуск завершен. Мы продолжаем следить за новостями. Если вы стали очевидцем какого-то уникального, интересного события, пожалуйста, пишите нам на почту, присылайте видео и мы обязательно с этим разберемся. Хороших вам урожаев! До свидания!